Сегодня в Общественной палате Карачаева-Черкесии прошло торжественное открытие Ситуационного центра по общественному контролю за голосованием при проведении выборов. В течение трех дней голосования данная структура будет отслеживать работу избирательных участков. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Открытие Ситуационного центра позволит сотрудникам общественного штаба отслеживать деятельность избирательных участков. На открытие этой структуры в Общественной палате Карачаева-Черкесии приняли участие представители политических партий, общественных организаций и те, кто входит в общественный штаб. Ситуационный центр – это в первую очередь обеспечение открытости и независимости выборов, подчеркнула председатель Общественной палаты Карачаева-Черкесии Елена Ляшова. Сегодня мы ставим небольшую точку в работе общественного штаба. Говорим о том, что завтрашнего дня с 8 часов утра, когда откроются избирательные участки, откроется и по существу активная деятельность Ситуационного центра. Да, сегодня мы говорим о том, что уже наш телефон работает. Мы готовы получать и днем, и ночью сообщения от наших наблюдателей, от избирателей о том, как проходят выборы. В течение этих трех дней голосования в Ситуационный центр может обратиться каждый житель республики. Мониторинговые группы общественного штаба Общественной палаты будут следить за ходом выборов на местах и отслеживать в сети интернет, чтобы не появлялась фейковая информация. Выборы должны проходить без никаких нарушений, и за этим мы будем пристально следить, отметили эксперты общественного штаба. Создание Ситуационного центра и его работа, это, конечно, тоже очень значимый этап. Почему? Потому что именно Ситуационный центр, сотрудники его, все члены штаба, общественного штаба, штабы по наблюдению за выборами, они будут принимать участие в работе Ситуационного центра. Мы будем отслеживать все происходящее на всех участках. Будут мониторинговые группы, которые будут отслеживать это. И я, как руководитель экспертного пола, гарантирую работу, объективную работу экспертов. Все собравшиеся выразили благодарно всем, кто принимает участие в работе Ситуационного центра, и подчеркнули, что именно слаженная работа позволит провести выборы без каких-либо нарушений. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия.